Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор об авторских методиках, разработанных сотрудниками Центра Бердавит. Сегодняшняя встреча будет посвящена рассказам о методиках, которые призваны помочь в решении проблемы, имеющей в буквальном смысле планетарный масштаб и не имеющей никакого конструктивного решения. Буквально сегодня я встречался с одним интересным человеком. Он профессиональный врач, специалист по корейской традиционной медицине. Заговорил с ним о том, на какую тему сегодня будет проводить лекцию, и он сказал, что ему хорошо знакома одна девушка, которой 14 лет, и которая до сих пор ходит на носочках. И ее родители, хотя они тоже медики и специалисты альтернативной медицины, они не смогли найти какой-либо способ содействия тому, чтобы она перестала ходить на носочки. Повторяю, люди, имеющие отношение к медицине и альтернативной в том числе. И ребенку 14 лет. То есть люди, которые думают, что вот это вот хождение на носочках, оно, это такое явление, которое со временем само пройдет, в большинстве случаев убеждаются, что оно само не проходит в течение времени. Ну, бывает по-разному, но я рассказываю о том, что я непосредственно знаю. Я знаю достаточно немало семей, в которых есть подростки и не дети, подростки, которые вот так вот ходят на носочки, как младенцы. Почему говорю как младенцы? Потому что любой ребенок в своем развитии проходит такую стадию вот хождение на носочках. Это в течение первого полугода, скажем так. Когда первые пробы встать вертикально на ноги, они, как правило, это на носочках. Но потом, когда идут, уже переходят на полную ступню. Ну, в тех случаях, о которых мы говорим, это не проходит. Ни в полгода, ни потом. И это оказывает сильно вредящее влияние на здоровье человека. То есть это не просто, ну, такая визуальная форма хождения. Это то, что портит очень многое. Вот в том числе и осанку, структуру позвоночника, нарушает баланс органов и систем. Здесь можно долго об этом говорить. Ну, можно об этом прочитать на разных сайтах в интернете. Вот, значит, такая проблема. Хождение на носочках. Или по-другому это называется пирамидный или пирамидальный синдром. Почему это так названо? Вот я воспользуюсь распечатками из интернета, которые, чтобы это не звучало, что это я формулирую. Это, как бы, очень принятая, очень известная информация. Ну, вот, к примеру. Диагноз. Пирамидальная недостаточность. Ребенок ходит на цыпочках. Зачитываем. Пирамидальная или пирамидная недостаточность. Это комплекс симптомов, которые связаны с нарушением нервной системы. Чаще всего этот недуг встречается у детей до 5 лет и так далее. Другие названия заболевания. Симптом белерины. Ходьба на цыпочках, на носочках. Центральный паралич. Парез. Данное заболевание носит такое название вследствие того, что продолговатый мозг состоит из большого количества анатомических клеток. Пирамид. Поэтому называется пирамидный или пирамидальный синдром. Если хотя бы одна часть этих клеток начинает неправильно работать, то у ребенка возникает нарушение координации движения в том числе. Симптомы. К симптомам пирамидной недостаточности у детей относятся следующие признаки. Дрожание рук, ног, подбородка. Кстати, многие родители замечают, что дети не только стоят на носочках, они как бы вот так вот закидывают голову, вот так вот вытягиваются в струнку. Запрокидывание головы. Слабо развитый интеллект. Нарушение походки. Координация движений. Ходьба на носочках. Нарушение речевой функции, кстати говоря. Вот это вот, ну тут просто зачитываю, что тут написано. Почему пирамидальный продолговатый мозг один из пяти отделов головного мозга? Он соединяет головной мозг со спинным и несет ответственность за выполнение простых и сложных рефлексов. Продолговатый мозг состоит из большого количества анатомических клеток. Пирамид отсутствует название. А вот по поводу, сейчас покажу, как это выглядит. Ну, вот так вот выглядит само проявление, когда ребенок ходит, опираясь не на стопу полностью, не на пятки, скажем, а на пальцы. Он стоит на пальцах и на начале плюсной части стопы, которая называется плюсной. Продолговатый мозг. Вот он, где находится, то есть он соединяет как бы спиной мозг и головной. Тоже еще одна картинка. Тоже вот это вот внизу отросток, это вот как раз вот тот отдел мозга, который оказывается поврежденным. Поврежденным он может быть, опять-таки сейчас попробую зачитать это где-то, откуда-то, чтобы не быть голословным. Это различные травмы, связанные с родами, дородовым периодом. Кесаревые сечения, когда вот так вот вытягивают, то могут травмировать шею, это очень частый случай. Значит, так, сейчас, зачитаю буквально смысл. Травма шейного отдела позвоночника, гипоксия плода и родовая травма, менингит, вирусы инфекции, которые поражают головной мозг, вырожденные аномалии разные, разные там воспаления в мозг, генцефалит, вырожденные проблемы, связанные с нервной системой, кровоизнение в мозг и так далее. Ну, сама проблема известна, восхождение в носочках. При этом дети, они не просто, многие не просто вот встают в момент перевозбуждения, вот когда происходит определенное перевозбуждение в том отделе мозга головного, о котором мы говорили, пирамидных клеток, то есть они, это происходит, как правило, не садуативно, а происходит постоянно. Если ребенок вообще-то так живет, ходит именно на носочках. При этом мы видели детей, у которых происходила очень серьезная деформация, на стопы, такая необратимая уже. Был, например, у нас недавно ребенок, который, вот он достаточно взрослый, и у него, он с рождения вот как бы ходил, именно если ходил, то ходил вот на пальчик. И у него стопа приняла очень интересную форму. Вот он стоял как бы вот так вот, стопа не ровно была, а вот так, почти практически вертикально, а вот эта вот часть с пальцами, она, так как она оказалась, стала выполнять функцию стопы, и пальцы там буквально вот так вот разошлись в разные стороны, вот так вот, в растопырку все пошло. То есть была очень сильно уже деформирована стопа. Проблема эта в мировом масштабе не имеет своего практического решения. Я просмотрел достаточно большое количество всяких ссылок, статей, публикаций на эту тему. Рекомендуется делать массаж, массаж топ и нижних частей ног, но это практически не дает каких-либо результатов. И то, что мы видели, вот в Израиле как это тоже корректирует, это детям таким надевают на ноги так называемые ортезы. Это такие как бы колодки, которые на ноги вот так вот на стопу надеваются и не дают ей физически распрямиться вот так. И вот дети так ходят. То есть практически. Эта проблема не имеет своего решения, приносящего именно результаты пользы. Впервые я лично вот столкнулся с этим больше десяти лет назад, когда к нам приехал один там ребенок, наживший тогда на юге Израиля. И который вот таким вот образом ходил. И мои поиски решения вот этой проблемы начались тогда, когда я увидел такого вот ребенка и задумался о том, что нужно сделать, чтобы ему помочь. Отступление от лирического вступления. Более кратко говоря, у нас было разработано два метода для практической помощи в такой ситуации. Ну, кто-то это назовет для лечения. Практически речь идет именно о лечении, потому что вот эти вот действия они приводят к, как бы это сказать, к улучшению состояния на физическом уровне, на физиологическом уровне. Первый метод можно назвать тренировочным. Второй метод можно назвать рефлексотерапевтическим, назовем это так. Сейчас такое принятое название лечебного воздействия на организм через массаж стоп. Сейчас это называется в Израиле, по крайней мере, рефлексология. Ну, я не буду говорить о том, насколько вот этот термин правильный, терминологический, но принятое название называется рефлексология. Хотя рефлексология – это учение о рефлексах, не более того. Название вообще просто, скажем так, области науки, но не метода. В Израиле это называется рефлексология, в других странах это называется рефлексотропия. Это конкретно лечение человека, диагностика и лечение человека через массажное воздействие на стопы. Это называется рефлексология. Это то, что делается во всяких там спа-салонах, просто в разных массажных организациях тоже. В общем, принятый метод самооздоровления и самооздоровления. Так вот, значит, способ первый – тренировочный. Когда я буду рассказывать так, сначала расскажу о том, как это применяется, и потом рассказ о том, как это возникло и почему. Как применяется тренировочный метод? Он очень простого исполнения, и есть дети-подростки, которым именно это и эффективно помогает. Опять-таки, не всем все всегда абсолютно индивидуально. Очень многое зависит от того, насколько правильно сами родители это реализуют. Это очень многое от этого зависит. Ну, в любом таком методе, который используется, например, родителям. Очень многое зависит не от самого метода, а от правильности его выполнения. Так вот, все очень просто и логически понятно. Когда ребенок ходит вот так вот на пальчиках, для того чтобы… А он должен, стопа должна вот так вот быть горизонтально. Для того чтобы из вот этого состояния он перешел в это, нужно его сначала перевести вот в это состояние. То есть, хождение на пятках. Понятно, да? Когда вот ребенок какое-то время вот так вот походит на пятках, то после этого он естественным образом станет не на носки, а на стопу. Для этого ему какое-то время нужно походить вот так вот на пятках. Технически это делается двумя способами. Первый вариант – это предложить ребенку походить на пятках просто. У кого-то это получается, у кого-то нет. Естественно, нужно ребенку помочь, тоже можно взять его за руки, вместе с ним походить, вот задрав носки вот так на пятках, как бы стучать пятками по полу. Второй вариант, когда это не получается, для большинства это не получается так сразу легко, используем приставной каблук, но не к пятке, а к носкам. Можно это сделать практически, я пробовал разные варианты, как это сделать. Вспоминал японскую обувь, которая вот так вот выглядит, как платформа, а на ней такие вот колодки, каблуки как бы с двух сторон, и на них они вот так вот цепают. Как сделать каблук для ребенка, который будет располагаться не под пятками, а под носками? Можно взять два носка. Для этого нужны три носка. Два носка скручиваются в клубок, сворачиваются, вы знаете как, получается такой клубок. Подставляется от носки ребенка, и все это, вот так нога с этим носком надевается, на это надевается третий носок. Ну, естественно, вот этот первый клубок, он должен был достаточно большой, чтобы не свалился сразу с ноги. И это получается такое, что ребенок становится естественным образом, он вот этот еще, каблук он круглый, он с него скатывает. И он становится вынужден как бы ходить на пятках. И это тоже многим весьма помогает. Теперь история, как это произошло, что меня навело на такую мысль. Опять-таки, это связано с моим личным опытом. В данном случае имеется в виду опыт знакомства с восточными единоборствами. Происходило это в 79-м году прошлого века. Когда я начинал заниматься, занимался в это время видом, который тогда называли бесконтактное карате. Ну, почему бесконтактное, потому что в то время, в 79-й год, контактное карате в России, в Советском Союзе было запрещено. И за его и преподавание, и изучение полагались ощутимые уголовные наказания. Поэтому было бесконтактное карате. Так это называлось. Через какое-то время стало, уже было разрешено контактное карате. Начиналось это через введение в армии, ну и так далее. Ну, это отдельная история, если кому интересно, могу рассказать. А вот бесконтактное выглядело вот в следующем, что вот, например, идет удар. Ну, он должен, рука, например, останавливается буквально в нескольких миллиметрах от тела и держится назад. То есть получается вот такой просто практически энергетический удар. Ну, так просто к слову об опыте. Потом я узнал, что в действительности это было никакой не бесконтактное карате. Та школа, в которой я начинал заниматься, это было кушу по змеиной школе. Школа Чой называется. Это внутренняя школа внутренней работы с энергией. Называется она вот Школа Чой, змея. К чему я про это говорю? Дело в том, что вот этот вот для меня вот этот опыт занятий единоборством принес очень много. и для понимания того, как можно помочь детям и подросткам в таких ситуациях. Ты вот рассказывал уже о том, что посмотрев на то, как дети себя вот так вот бьют по голове, по другим частям тела, через призму вот того моего опыта занятия боевыми единоборствами, я смог увидеть в этом еще другой аспект, который, вероятно, до меня не видел никто. Что это дети таким образом, а не сами себя стараются здоровить. В этом мне помог именно тот уникальный опыт, который был у меня. Конкретно это опыт занятий боевыми единоборствами. Так, возвращаясь к этому, каким образом это связано? Я рассказывал о том, что время перед любой тренировкой, кстати говоря, это в любом виде спорта, перед основной тренировкой, основной работой, как говорят, всегда идет разминка. Разминка, разогрев. Это везде всегда. Делаются какие-то, люди бегают там по кругу, то же самое происходит и на школьных уроках в любой стране, в любой школе. Перед тем, как выполняются какие-то нагрузочные упражнения, на растяжку, на какие-то силовые упражнения, всегда должен идти разогрев тела. Разогрев, подготовка, оживление как бы тела. Только после этого, как оно оживится, оно уже можно начать работать с ним. И кроме вот этой вот отбивки, о которой я говорил, которая всегда была неотъемным компонентом любой тренировки, были еще и, кстати говоря, и массаж разных точек на голове, на шее, на теле. Только сейчас я уже понимаю, что за этим стоит. Это было просто то, что делалось на каждой тренировке. И опять-таки какая связь вот с этой картинкой. Дело в том, что в единоборствах и конечностях являются инструментами, орудиями. И они отдельно тренируются, укрепляются, разрабатываются. Сила, гибкость, вот рук отбивается разно. И то же самое, то же самое ногами. Стоп, ног это есть инструменты. Он ногами наносится, там, пятками и боковыми частями, и внутренними, и внешними, пальцами вот так вот. Наносятся тоже удары и отражение ударов. Поэтому это тоже тренирует, к чему я все это долго рассказывал. Один из компонентов тренировки. Может быть, кстати, вы можете мне потом расскажете. Может это сейчас в школах и в разных других спортклубах тоже такое же делается. Там делается одна простая вещь. Человек, например, просто бежит. Потом бежит, например, на полусогнутых ногах. Бежит вперед лицом, бежит вперед спиной и так далее. И плюс еще, значит, бег на полной стопе, обычной. Внимание! Бег на пальцах, на носочках. Там несколько кругов, наверное, надо делать. Потом бег на пятках. Потом бег на внешней стороне стопы. То есть вот так как бы человек бегает. И на внутренней стороне стопы. Это вот то, что вот я тогда учился в седьмом классе. Значит, это делали регулярно на каждом, на каждой тренировке. И вот это меня навело на мысль о том, что естественным. Почему я столько времени на это вот вашего тоже занял и потратил. Дело в том, что это все естественные способы. Ну вот разминки тела, оживление тела. Просто естественные. А все, что естественно, оно как раз максимально хорошо и работает. Поэтому вот попробуйте первый способ тренировочный. Если для кого это актуально. Вот бег на пятках или с подкладыванием внешнего каблука такого. Либо без этого. Но опять-таки, вы можете попробовать как-то придумать свой вариант этого. Это не повредит в любом случае никогда никому. Но помочь может. Единственное, что если у ребенка зафиксированы укороченные сухожилия хилова. Естественно, нужно крайне осторожно это делать. И в любом случае, когда вы что-либо делаете ребенку или себе, или другим. Всегда, ни в коем случае нельзя выполнять какие-то упражнения, действия, вот как написано. Кто-то сказал, что надо делать. Надо всегда очень внимательно смотреть на реакцию организма и своего, и ребенка. Особенно, когда касается ребенка. Ну, увидев, что как бы это... И что касается вот этого упражнения, тоже сначала проконсультироваться, может быть, с врачом-ортопедом. Нет ли у ребенка таких проблем, которые могут ему помешать в этом. Конкретно укороченные сухожилия. И в таких случаях делаются подрезки сухожилия. Ну, я такие случаи говорю. А прямо, когда есть действительно необходимость этого, очень редко встречал. Иногда это делают профилактически, а также, например, вводят готокс для расслабления, практически обивания этой мышцы, напряжения, снятия с пастика. То есть, то, что я вам говорю, прошу просто принять во внимание. И помните, что использование любых методов, которые рекомендуются, в том числе то, что и говорю я, это исключительно вашей ответственности. И то, как, что и чего, как будет сделано, какой будет результат, это вашей ответственности. А не в том, кто это написал что-то где-то в интернете, или кто-то что-то рассказал, там, соседка или какой-нибудь там человек через интернет. Я в данном случае. Поэтому просьба всегда очень бережно и ответственно относиться к тому, что вы делаете в отношении к детям, прислушиваясь к их реакции тоже. Это был первый метод, который, можно сказать, общеупотребительным. В том плане, что это может быть использовано всеми. Второй метод. Второй метод, это именно то, что используется у нас в центре. Метод, который может сделать только специалист. Хотя, вот я говорю и думаю о том, что я сейчас вам, когда я обдумывал, что я буду сегодня говорить, я подумал, что есть моменты, которые можно предложить вам. Попробовать, опять-таки, под вашу личную ответственность, попробовать применить это для детей. То, что я вам предложил, оно, скорее всего, не имеет никаких противопоказаний, но пользу, может быть, может принести. Я сейчас поясню потом, что имеется в виду. Значит, метод, который мы используем в центре. Повторяю, этот метод, это часть большого комплекса, который происходит у нас в центре. В комплексе лечения все всегда очень взаимосвязано. Но вот этот отдельный компонент, он может как бы работать, скорее всего, и без нашего какого-то непосредственного присутствия. Это сложность в том, что его правильно передать, это можно только специалистам. Но есть один вариант, который я вам предложу попробовать. Он буквально, в смысле, пришел в голову буквально вот вчера-сегодня, пока я в дом был. Вот это вот. Рассказ об этом. Метод. Метод крайне прост, опять-таки, внешне. То есть сейчас я расскажу, как это делается, а потом гораздо больше слов будет на описание того, как это родилось, почему это, с чем это связано, как это обосновывается уже имеющимися системами знаний. То есть не то, что это что-то придуманное, оторванное. Это просто практически использование уже существующих, признанных, принятых систем знаний и практик для решения конкретного вот этой проблемы, дающей великолепный результат. Внешне выглядит очень просто. Этот метод можно назвать рефлексотерапевтическим. Внешне выглядит крайне просто. На определенные биологически активные точки, на теле человека. Вот в височной области, в области ахиллова сухожилия и на определенных точках вдоль позвоночника на спине. Наклеиваются маленькие такие металлические шарики, магнитики. Это то, что используется в традиционной китайской инциденте. Это вот такие вот маленькие пластыри, в которых, соответственно, такие вот маленькие бусинки. Вот как зернышки маленькие. Они, вероятно, металлические. Написано, что это магнитные, может, магничный материал. Есть другого типа. Они большие, но они используются для других целей. Просто потому, что это уже не наша придумка. Это то, что буквально тысячелетие используются в китайской медицине. Вот конкретно вот такие вот. Это большие магниты. Для детей используются вот такие вот маленькие. Видите, они маленькие. Это не иголки. Они не травмируют кожу. Они оказывают такое мягкое, но постоянное надавливающее действие. На биологически активные точки. Сейчас буду показывать. Да, по поводу этой методики. Вот я думаю, тут люди у нас есть. Те, кто на себе это увидели, действие. Они смогут рассказать о том, как это подействовало. Именно вот этот метод конкретно на детей. Я видел многократно с удивлением то, как приводят ребенка. Ребенку конкретно это делает наш специалист Асав Коэн. Доктор китайской медицины, работающий в израильской системе здравоохранения, в том числе в больницах и больничной кассе Макаби. Ну, я сейчас поясню немножко. Смотрите. С точки зрения китайской медицины, а также многих других видов, в том числе европейской медицины, человек состоит из разных, это система не только физиологических органов, но и система энергетических каналов, которые связывают между собой эти органы и задают их общую работу. Ну, как такая электрическая сеть. И есть определенные особые точки на этих вот каналах, биологически активные точки их называют, действия на которые оказывает регулирующее действие на вот эту систему. Причем это не какая-то новая версия, это подход, который является основой многих медицин народных, азиатских, китайских, тибетских, вот есть французские тоже, нынешняя система, которая используется, она иногда используется как бы французскую терминологию, то есть это европейская уже как бы система. Есть разновидность корейская, суджок называется, с которой мы сейчас тоже познакомились, она показала очень большую эффективность. То есть выглядит все очень просто, еще раз повторяю, наклеиваются вот такие вот магнитики, не иголки повторяю, они не прокалывают кожу. Такие шарики, которые оказывают чуть-чуть магнитное действие и просто вот физически вот нажатие на вот эти точки очень маленькое, но постоянное. То есть они надеваются на несколько дней, условно говоря, плюс. Я видел своими глазами, вот и люди, я думаю, расскажут от собственного опыта, как ребенка вот наклеивают такой вот, он встает и идет обычно. То есть это как-то раз оно исчезло, без того, что вроде бы это лечит. Повторяю, аналогов этого в мире нет. Мы сейчас с АСАФом завершаем подготовку научной статьи на эту тему. Она, вероятно, сначала будет опубликована в еврейской прессе или на английском языке, а потом уже на русском. В общем, посмотрим, как мы сейчас готовим публикации по нашим методам, подходам, разработанным нами для публикации в научной прессе, в научных журналах. Потому что это не просто какие-то нюансы, это практически открытие, позволяющее решать многие проблемы, которые признанно нерешаемы в мировом масштабе. В самом буквальном смысле. Повторяю еще раз. Внешне это выглядит просто. Наклеиваются магнетики на определенные места на теле. И это решает эту проблему. Снимается вот это перевозбуждение в том отделе мозга, о котором мы говорили, который соединяет головной мозг и спиной мозг. Вот таким простым способом, простым исполнением, имея в виду. Противопоказания этому мне неизвестны. Сейчас мы тоже начинаем сотрудничество с некоторыми медицинскими центрами, которые будут проводить апробацию подобного метода, но не только этого, на своих пациентах. Вот, в том числе в Израиле. И результат называется мы потом сообщим. Точнее говоря, это будет просто научная публикация. А теперь немножко лирическая сторона. Каким образом это вообще возникло? Во-первых, действительно, это возникло из необходимости помощи детям. Практически это возникло так. Вот эта методика, в отличие от других, это результат нашего коллективного творчества. Ну, а другие, это, собственно, мои разработки. Разработки Давида. Которые произошли благодаря тем детям, которым нужно было оказать помощь. И вот так оно как-то и произошло. Но я рассказывал про это в предыдущих лет. Кому конкретно, например, я считаю себя обязанным в том, чтобы была разработана та или иная методика, оказывающая сейчас помощь, говоря прямо огромному количеству людей, живущих на разных уголках планеты, вне с какой-либо связи с нами. Так вот, как это возникло? Ну, к нам постоянно приезжали дети с такой вот особенностью, с хождением в носочках. Я вспомнил, как наш замечательный волшебник Шлома Плоткин, доктор Шлома Плоткин, который получал базисное образование хиропрактора и ортопеда в Америке. То есть там это практически обычная медицинская специальность. Он там обучался этому только четыре года до переезда в Израиль. Здесь они тоже все постоянно учатся. Ну, так же, как все мы непрерывно чему-то где-то учимся. Шлома Плоткин. Человек очень открытый и радостный. Люди, которые приезжали, знают это. Радостно делящийся тем, что он делает, показывает. Он делится знаниями, объясняет, что он делает, как он делает. Всегда родителям показывает и детям тоже, если они в состоянии это воспринять. Ну, как-то рассказывал о том, что с точки зрения остеопатии классической, это американское направление знания, ахилловое сухожилие является входом в крайне сакральную систему. Но, опять-таки, некоторые термины я не буду пояснять, у нас просто нет времени на повторение того, на объяснение того, что, собственно, информация о чем вы можете найти в интернете. Это вход в крайне сакральную систему, и с точки зрения тех подкодов, которые он изучал, вот это вот ахилловое сухожилие, это сухожилие, которое соединяет пятку, оно является входом в крайне сакральную систему, и оно связано с то, что называется менинджис, это твердая оболочка спинного мозга. И на ней через вот это ахилловое сухожилие можно продиагностировать или воздействовать на вот эту вот структуру твердой оболочки спинного мозга, потому что называется менинджис. Воспаление этой оболочки называется менингит. Опять-таки, прошу не слишком придираться к формулировкам, которые я произношу, потому что я простыми словами пытаюсь описать иногда достаточно многомерные термины и понятия, и то, что я имею в виду, то, что вы можете слышать, может иметь совершенно разные значения и коннотации. Стараемся видеть главное, то, что я говорю о ней в подробностях. И шлом плотки, как ты рассказывал, что ахилловое сухожилие, оно дает как бы доступ практически ко всему телу, процессам во всем теле, и если есть какой-то там дефект напряжения в свином мозге, где-то перекручен, где-то еще что-то, опять-таки, просьба не придираться к словам формулировкам, то это отражается в виде определенных напряжений на ахилловом сухожилии. Если вы тоже, прошу вас тоже проверить, посмотреть, положить ребенка или какого-то другого человека как бы на спину и подложить просто пальцы вот так под ахилловое сухожилие, чуть-чуть вот как бы не поднять, ничего не делать, просто почувствуйте состояние вот этого сухожилия. Оно может быть напряженное, оно может быть расслабленное. И если вот, ну, содействует тому, чтобы это вот сухожилие расслабилось, то это может оказать лечебное действие на весь организм и конкретно те проблемы, которые есть. Таким простым способом, учитывая то, что организм это саморегулирующая система, иногда достаточно таких простых способов помощи ему, чтобы он сам запустил самовосновление. То есть, очень малыми средствами. Если в таких случаях вот она придумала замечательный такой образ, некоторым это действительно помогает такой образ. Когда вы вот так положили руки под ахилловое сухожилие и чувствуете это напряженно, можно представить, что вот эти вот напряженные руки становятся теплыми и они как бы согревают такой вот кубик льда. Например, так. И он начинает под этим теплом вот так потихоньку растекаться, расслабляться. Некоторым этот, опять-таки, это вреда, это маловероятно, что может вот такое вот расслабление, которое, кстати говоря, используется во всяких этих спа-центрах, во всяких массажных кабинетах. Там делают именно вот такое вот осознанно, неосознанно, ну, для расслабления. Подкладывают, вот каким образом, например, это делают тоже просто. Подкладывают какой-то валик под, скажем так, условно пятку. Вот. И происходит расслабление с той стороны, с этой стороны, в том числе вот так. И происходит вот это вот расслабление, то есть вот тоже расслабление через ахилловое сухожилие. Слишком много слов я понимаю, но это просто к тому, что это может помочь людям практически применить это для собственной пользы. Конкретно вот это вот расслабление ахилловое сухожилие. Вспомнив это, я попросил доктора Асафа Коэна наклеить вот такие вот маленькие магнетики на определенные точки на ахилловое сухожилие. Он меня спросил, а зачем? Я объяснил, зачем. Говорит, а давай попробуем не только туда наклеить, а вот еще на определенные зоны на голове и на спине. Мы попробовали опять-таки, повторяю еще раз, для этого вот совершенно простой вот такой вот способ. Применяются вот такие вот маленькие бусинки, приклеиваются, которые не травмируют совершенно, не оказывают какого-то сильного влияния. Они используются обычно в китайской традиционной медицине, как для, вот такие вот, просто еще раз маленькие, для, ну, в рамках то, что аурикулотерапия. Это терапия, лечение через, ну, воздействие на точки на ушное раковине, как известно, на ушное раковине находится, ну, в проекции органов всех и систем. Это тоже известный факт, и поэтому даже, то, что называется, конвенциональные врачи-окулисты рекомендуют для лечения каких-то проблем, связанных, например, со зрением, прокалывать уши, ну, женщинам, разумеется, девочкам, в определенных точках. Вот, мочка уха, мочка уха есть отражение головного мозга, ну, и систем, связанных с ним. Прокал, вот, я несколько раз видел, потому что конвенциональные врачи, например, окулисты и не только, они рекомендуют для лечебных целей прокалывать уши и носить серьги именно вот в этих вот точках. Вот так это родился этот метод. То есть он забрал в себе тоже много разных подходов. Это и китайские методы, учение о каналах и меридианах, это аурикал терапия, лечение конкретно вот с помощью таких вот маленьких магнитиков. Многое другое, в том числе остеопатия, кинезиология, хиропрактика, тоже более современные виды, американские виды, терапевтические. Вот таким образом выразился этот способ. Тон может быть применен, вероятно, и без нас, но специалистам. То есть нужно знать, где находятся эти точки. Во-первых, это определяется с помощью, например, определенного прибора. Вот я могу показать, как он называется. Вот называется он вот так. Специальный прибор. Выглядит он, как такой щуп, которым касается там разных точек на теле и показывает биофициал. Опять-таки классический пример, прибор, который используется везде специалистам по китайской медицине. Вот, ну чуть позже я попрошу, может, людей, которые на себе вот это проверили, такой способ рассказать о том. Сейчас я немножко продолжу с тем, чтобы вам тоже предложить попробовать помочь своим детям. Я объясню, что я имею в виду. Еще одно, то, что я скажу, опять-таки, это не есть описание, написанное где-то в книгах. Это открытие, которое было сделано буквально вчера, может быть, когда я старался сформулировать то, что буду говорить сегодня вам. И, знаете, есть такая поговорка, что, когда человек что-то кому-то объясняет, он сам это понимает гораздо лучше. В данном случае это произошло. Когда я стал, там, вчера, позавчера, стал искать информацию, чтобы показать это вот так, что происходит при этом. И обратил внимание на один момент, который я раньше не обращал внимания, и вот сейчас я хочу с вами этим открытием поделиться. Если вы помните, на прошлом семинаре, посвященном аутоагрессии, я рассказывал о точке зрения, опять-таки, это моя личная точка зрения, авторская. О том, что точка зрения, это не то, что я говорю, что это однозначная, непреложная правда, и вот ее надо так, не глядя, принять, признать и использовать. Это точка зрения, которую я предлагаю. Но это точка зрения, которая показала практическую эффективность в очень многих случаях. Поэтому она имеет право для эффективного существования. Я посмотрел, да, в прошлой лекции я рассказывал о том, что аутоагрессия детей это можно рассматривать как акт самолечения. Дети себя бьют, кусают не просто так, а с тем, чтобы сделать себя здоровее. То есть, они бьют, кусают, им становится лучше, правда ли? Если бы это не было от этого им лучше, они бы это не делали, это тоже понятно, наверное, да? То есть, конкретно они воздействуют таким образом на определенные биологически активные точки для оживления, оздоровления разных органов всей системы. Мы это подробно рассказывали в прошлой лекции. Сегодня немножко продолжим. Когда я думал о том, что вам рассказать по поводу этого метода, я вдруг посмотрел со стороны и увидел один момент, на который я сам раньше внимания не обращал. Да, конечно, согласно известным уже установленным научным знаниям, подобная постановка на носки является следствием возбуждения определенных клеток в определенных отделах головного мозга. Дети же не просто так вот становятся, они, как я сказал, описывая один случай, который мы видели, дети все время живут так. А когда они становятся на пятки, им становится неудобно. Это связано не только с тем, что у них уже, как бы, там, определенные напряжения мышц, суставов уже привычные и так далее, но и другое. Я подумал, а что если, действительно, дети, которые вот так вот встают, они себя нажимают, они таким образом тоже сами себя лечат. То есть они оказывают давление не на всю стопу, а на вот пальцы и вот начало плесны, они оказывают действие вот это вот такое массирующее силовое действие на биологические активные точки. И на зоны, которые соответствуют их больным органам, и таким образом они их лечат. И это, казалось, соответствует действительности. Опять-таки это произошло благодаря вам, благодаря тому, что вот я готовился к тому, чтобы рассказать это вам сегодняшнее, и вот пришло такое понимание. И это понимание, я думаю, крайне важно тоже. Вот посмотрим, что, вот я распечатывал разные картинки о том, какие зоны и рефлексогены, то, что называется, какие биологические активные точки есть на стопах. Ну вот смотрим. И оказывается, ну вот нижняя середина это как бы желудок, а вот верхние пальцы и вот эта вот верхняя часть плюсная, это, кажется, вот именно та область, которая у детей. И проблемно, это головной мозг и верхний отдел позвоночника, вот именно вот в этой вот части. Видите, здесь плохо будет видно, написано вот где-то мозг, это вот личный нерв, гипофиз, там и так далее, мозжечок. То есть, практически, когда дети стоят на носках, они вот воздействуют, переносят весь тело, весь на вот эти вот зоны. Практически они себя, получается, лечат. Таким образом, ну вот тоже. Видите, вот эти пальцы, на которых опираются дети, и вот это вот начало плесны, это вот как раз именно те области, которые у детей, как бы известно, травмированы. Пирамидальный синдром, вспомнил. Вот, вот такая получается интересная картина. И более того, при пирамидном синдроме рекомендованный массаж стоп, я даже могу тут найти фотографию на эту тему сделанную, именно массируются как раз вот эти вот части стоп. Ну вот, смотрите. Видите? Это то, что, опять-таки, не я придумал, распечатался. Рой массажа при пирамидной недостаточности. То есть, посмотрите, они массируют как раз эту верхнюю часть. То есть, это, оказывается, известно, применяется, может, неосознанно, так как я это говорил. Вот, массаж при пирамидальной недостаточности признан улучшить кровообращение, улучшить прокордионервных импульсов, а также снять мышечную блокаду и так далее. То есть, это, оказывается, называется ничего нового, да, такое используется для терапевтических целей в таких случаях. И, причем, используется именно, тоже такое название интересно придумано, стопотерапия, для лечения головной, вот конкретно от головной боли. То есть, оказывается, что дети, которые становятся вот так вот на стопы, не на стопы, на носочки, они так становятся для того, чтобы сами себя как-то компенсировать, корректировать, оздравливать, где-то лечить. Вот, спасибо вам за это вот открытие, которое было сделано благодаря необходимости рассказа вам про это. Что из этого мы можем извлечь практически вот вы? Если вот это вот воздействие на стопы, на верхнюю часть, на ту, которая дети восстановятся, может оказать такое оздоравливающее действие, то можно попробовать это использовать. Ну, можно делать просто расчесывание, массаж, можно попробовать, к примеру, ну, там надо опять-таки смотреть, есть ли аллергия ребенка, как он реагирует и так далее. К примеру, можно намазать каким-то разогревающим кремом, именно верхнюю часть просто. Можно попробовать, опять-таки, все нужно делать очень внимательно, осторожно, чтобы не принести какой-то вред ребенку. Перцовые пластыри, это называемые, можно просто вырезать полоску и вот как раз вот на ту часть стопы, к примеру, на ночь наклеить ребенку. К примеру, чтобы это вот как бы согревало, там шли нервные вот импульсы через эти точки головного мозга и чтобы он там у себя вот оздоравливался с помощью этого. Вот, вот такой вот длинный рассказ о коротких процедурах, которые мы делаем, конкретно вот это вот делает у нас Асав Коин. И о результатах этого, и я вам рассказал о том, что вы сами можете попробовать сделать для своих детей, и просьба потом обязательно поделиться своим опытом, рассказать, что у вас, и вообще, если что, обращаться к нам, спрашивать, вдруг что-то интересное скажем тоже. То есть, к нам, к другим специалистам, просьба всегда, все, что вы делаете по отношению к детям, все делается с очень большой ответственностью, стараясь не навредить. Самое главное, пусть что-то, что вы делаете, оно не принесет никакой пользы, самое главное, чтобы это не навредило. Всякие нюансы бывают, все зависит от организма, у ребенка может быть чувствительным каким-то компонентом чего-то, там этого пластыря, к примеру, у него может быть слишком сильная реакция, ну и так далее. Иногда, лишь говорит, нет, мы вот эту вот голову ему массировать не можем, например, там, например, из точки, которые эффективны для снятия повышенного внутричерепного давления, к примеру, но мы не можем, потому что он не дает нам. Но тут приходится людям объяснять, что он-то вам не дает, но если вы это не обойдете как-то и не поможете ему, то ему от этого легче не будет, скорее всего. То есть препараты для снижения давления, они иногда помогают, иногда нет, но тем не менее, они могут еще и нанести вред, особенно при неумеренном потреблении, потому что они вызывают усиленный отток жидкости, вместе с жидкостью выводятся и полезные, необходимые для организма ребенка вещества, и может нарушиться просто натрий-каридный обмен. То есть все нужно всегда очень внимательно, ответственно использовать, в том числе и то, что вы слышите от меня. Фух! Можно определиться. И обратитесь к пораженным специалистам по местам вашим. Так, есть ли желающие что-то рассказать о собственном опыте? И вот я без мнений по которым принес вот такой вот метод, который вот доктор Асавкоин использовал. Здравствуйте. Я подключу. Где-то у нас. Да. Слушаем. Мы тебя видим, слышим? Хорошо. Здравствуйте всем. Я хотел бы рассказать, как, Сашка, ну, начнем с того, что Сашка до вас ходил полностью, ну, на цепочку, то есть не из обуви, в обуви, то есть он постоянно ходил. Какого возраста? Так, два с половиной года мы к вам приехали, а, до трех лет, получается, мы же у вас дни рождения справились, вот, три года. Вот, он ходил, то есть он полностью на стопу не вставал только после того, как мы ездили к вам на очный курс. Это начало происходить тогда, когда, наверное, после третьего или четвертого, то есть после дня лечения, он, то есть начал вставать полностью на ногу. То есть это у него, как можно сказать, осталась у него привычка. То есть он ходит сейчас на полной стопе, но ему надо постоянно об этом говорить. То есть Саша встань на полную стопу, он забывает. А, Давид, когда, то есть мы обувь ему одеваем, он полностью ходит, то есть без стопочек. Я считаю, что это, получается, и вот, осталось только привычку с проблемой, я здесь больше ничего не вижу. Понятно. Тут никаких подрезаний сухожилия, ничего там вы не делали? Нет, нет, никаких. Оно как бы само прекратилось? Спасибо. Здравствуйте, Давид. Можно я тоже расскажу? Сейчас, одну секундочку. Здравствуйте, все. Я Гуля, мама Дамира, Россия, Московская область, город Клин. Мой Дамир начал ходить в 11 месяцев. И с первых дней я прям вот прям замечала, что он ходит на носочках. Вот. Это получается с 11 месяцев до 4-х лет. 4 года мы приехали в Израиль на очное лечение, и нам доктор Ассад ставил магнитики на спинку, на ушки и иголки, вот на лбу. Ты можешь видео включить? Я тебя нашел? Завключи, пожалуйста, видео. Я включила. У меня включено. Да, да. Видно, да? Сейчас видно. Вот. Доктор Ассад ставил вот здесь эти магнитики на лбу. У меня даже все видео сохранились. Я снимала, как он ставил иголочки на спине. Он у меня вот ходил, в них спал, в них. И мы от гостиницы до старого города гулять ходили. Это не маленький путь, это 2 километра. И он уже через неделю ходил на полную стопу. Все отлично. Мы эту проблему оставили у вас там в Израиле. Ничего не вернулось, ничего не возобновилось. Ходит нормально. Замечательно. Спасибо вам большое. Что вот мне нравится в том, что мы делаем, в тех методах, например, которые мы уже реализуем, то, что эффект от этого, он не временный, он, ну, можно сказать, постоянный. То есть изменения происходят на сегодняшний день, 6 лет. На уровне причины. И подобное оно как бы уже не возвращается. Вот это самое радостное в том, что вот мы наблюдаем, что, собственно, минимальное какое-то действие, содействие приводит к изменению на уровне корневом, на уровне физиологии, на уровне мозговых структур, наверное, можем сказать так. Да. по результату. То есть это было нечто простое, но то, что привело к практически, ну, кто-то, наверное, скажет, к излечению на органическом уровне. И он будет, наверное, прав. Спасибо, Гуля. Доктору Асафу еще большое спасибо. Он и мне, лично мне ставил большие магнитики. У меня проблемы с почками были. И я очень отекшая приехала, если помните. Очень. Прям сильно отекшая. Да. И мне вот эти магнитики тоже очень помогли. Очень помогли. Спасибо большое. Ты не замеряла, сколько килограммов из тебя ушло, когда утекаешь? Нет. Ну, прям видно было. Прям видно было. Девчонки даже там говорили. Прям сдулась. Прям так сдулась. Одежда болталась. Я и по себе чувствую легкость такую вот. И по себе чувствую. Спасибо большое. Спасибо. Да, на здоровье. Спасибо. Да. Так. Давид, можно рассказать? Так, кто это? Это Даша. Даша. Так. Не надо. Сейчас секундочку. Пацаны. 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 Сейчас надо вот некоторое время затрачивать на то, чтобы найти. А, вот. О. Привет. Здравствуйте всем. Хочу рассказать. Меня зовут Даша. Моего сына зовут Кирилл. У нас тоже имелась данная проблема. И я ее даже, честно говоря, воспринимала как стим. Сейчас объясню почему. Потому что до очного лечения мой ребенок, ну, включая массу других проблем, там стимов, нежелательные поведения, еще он не ходил на горшок. Он не понимал, что такое горшок. Никакие методики не помогали из интернета. Там есть какие-то советы родителей, там знакомых. Вот. И когда он хотел на горшок, он вставал на носочки. Вот. И это не часто проявлялось, но тем не менее проблема была. Вот. И в декабре 2019 года мы поехали на очное лечение, где одно из первых на проблему указала Юсефа. Она сказала, что у ребенка имеется повреждение в пояснично-крестцовой области, что там нет чувствительности, ну, как на уровне органики повреждения. Именно поэтому он вообще не понимает, что такое горшок и не может приучиться к нему, вот если можно так сказать. Также вот мы получали лечение от Асафа Коэна, где у ребенка были наклеены магнитики, да, по всем биологически активным точкам на спине, на голове, возле ушек, даже на ногах. Вот. И где-то до трех дней он в них ходил, потом уже снимал, то есть как-то эти биологически активные точки раздражались, у него даже уши краснели от магнитика. Ну, я тебе скажу прямо, что это раз в три дня еще снималось, потому что сеанс у Асафа происходил раз в три дня где-то. Поэтому они, естественно, снимались. Да, возможно, и поэтому. Я, кстати говоря, все время обращаю внимание на то, что люди, которые к нам приезжают, у них столько информации, изменений сваливаются сразу, что они приходят день-два, они уже как бы так немножко плывут. Они уже не фиксируют события, не замечают последовательности иногда спутно, потому что слишком большой объем информации и изменения, которые происходят в них и в детях, это настолько интенсивно, что теряется, может быть, плавность восприятия. И первую неделю особенно люди спят по очень много часов, и дети взрослые, потому что перестройка организма очень серьезная, и организм требуется силы на это и отдых. Вот, я учитывая то, что родители, ну, через день-два оказываются уже немножко такими вот перегруженными, скажем, информациями, ощущениями, изменениями в себе, в других. Я прошу, может, я тоже просил буквально взять, завести такой дневник и записывать буквально изменения, что происходит, не знаю, ты это делал или нет. Но, действительно, люди иногда теряются в точности определений, в воспоминаниях, потому что все, слишком большой объем изменений, изменений в себе, изменений в отношениях между родителями. Вот, и в этом оно как-то так. Потому что… Потому что… Да. Ты мне… Спасибо, ты мне напомнила еще об одном моменте важном. Ты, вот, на спине… Голи тоже говорил, что на спине… Да, вот почему еще на спине, кроме всего прочего, то что на одни и те же органы системы можно действовать с точки изображения китайской медицины и прочее, через разные точки. То есть, вот как я показываю, есть вот эти точки, биологические активные точки, это точки на определенных энергетических каналах. И вот там видны вот эти вот изображения этих энергетических каналов. То есть, на одном канале много десятков точек, чем то есть, через которые можно воздействовать на те или иные органы системы с точки зрения, там, китайской медицины. И АСАФ вот во многих случаях делал для той же цели не, скажем, не на районе головы или ног, или рук, а на спине, потому что элементарно, дети, ну, им сложнее сдирать оттуда. Чисто из таких вот соображений, потому что дети, естественно, вот что-то мешает, что-то действует как-то неприятно, и не так выглядит, и оно сдирает. Хорошо, Даша, спасибо. И что-то еще важное хочется именно по этому? Я хотела сказать, что эта проблема у нас ушла не сразу, потому что было именно еще серьезное повреждение в пояснично-крестовой области. Мы, получается, приехали домой, и я сначала заметила, что у ребенка появилась чувствительность вот в области таза и нижних конечностей. Это как проявлялось? Если раньше он хотел в туалет, он мог наделать это в штаны и не чувствовал, не смотрел, он мог продолжать бегать, заниматься своими делами, то потом, когда появилась чувствительность, у него были удивленные глаза, вот, и ему хотелось скорее снять эту одежду. И потом я его начала приучать к горшку буквально за один день. Все, эта проблема ушла. И носочки, вот эти цыпочки, и он усвоил горшок, он понял. Вот так, когда... Еще за один момент, на который ты обратила мое внимание, что очень важные вопросы. Люди иногда спрашивают, а вот почему так? Вот, например, мы даже приехали вместе с другой семьей, или начали дистанционное лечение немножко другой аспект, но там другие, но это не менее. Вот почему у одних... Одна... Одни результаты, например, а у нас другие. Вроде там даже больше делаем, чем они, например, для чего-то. Вот почему так? Вопрос, он самоочевидный, ответ самоочевидный и понятный. Это зависит не от методов, которые используются, и не от уровня специалистов, которые это используют, и еще что-то. Это, прежде всего, зависит от степени поражения органического самого ребенка и обстановки в семье, кратко говоря. То есть, это зависит от вот таких человеческих факторов еще. То есть, в данном случае, не от нас и не от методов, которые используются, а от особенностей самого ребенка. У кого-то, например, если бы у Кирюша не было бы вот этого вот поражения еще не только вот здесь, но еще и внизу, то, естественно, у него, ну, это произошло бы быстрее, как так это происходило у других, например, там у Володи, у сына Володи. Да. У вас это произошло чуть позже, именно потому что, полное, потому что это было связано еще с другими разными проблемами органическими, поэтому… Да, и, кстати, у него еще была гидроцефалия, возможно, вот этими носочками он себя также лечил, как вы сказали. А почему ты так и говоришь, что было? А сейчас… Потому что сейчас этого нет, у него изменилась и форма головы, и, ну, как бы все изменилось, сам ребенок. Да, мы очень радуемся ИСФ, глядя на видеозаписи, которые вы сделали, как он стишки читал, поздравлял там, и на 23 февраля, вот как он выступал, ну, просто замечательно. Да, никакой гидроцефалии там уже не было видно. Ну, так, слово. Спасибо. Тебе спасибо. Спасибо всем, кто рассказал. У нас осталось еще несколько минут. Давид. Да, есть еще кто-то? Да, да. Татьяна с Молдавии. А, привет, Ань. Привет. Привет, солнечная Молдавия. Да, 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 солнечная точно. У нас уже это была Россия. Так, кто у нас сегодня рассказывал? Гуля из России, Даша из Казахстана. Ты из Молдовы. И Вова. Да, тоже Россия. Да. В общем, у нас тоже, мы когда приехали в Израиль, мешки было 2,2. Особо не было видно, что он ходит на цыпочках. Ну, как бы я замечала, но не так, не явно это было видно. Больше всего это было заметно, когда вот он бегал. Он реально бегал прям на пальчиках, на цыпочках. И тоже нам Ассав ставил магнитики на спину и на ушки. И после этого, после приезда из Израиля, действительно, этого больше нет. Он бегает нормально, наступает на всю стопу. И все классно. Плюс ко всему, я еще летом, прошлым летом. Получается, мы у вас были в феврале. В конце февраля прилетели обратно домой. А уже летом, вот июнь, июль, август, он практически, я его, ну, заставляла, но он потом уже так привык, что ему это даже нравилось. Он просто ходил босиком. Просто босиком. Я ему на лето не обывала ок. Даже мы ходили куда-то гулять. Это вот просто босиком. В шортах, футболке босиком. Тоже это, я считаю, ну как, это классно. Потому что массаж стопы, думаю, что ничего не навредило. Наоборот, только плюсы. И сначала он, конечно, не совсем любил ходить босиком. Естественно, все кололо. Камушки одно другое. Но потом так привык, что по камням бегал. Я не успевала за ним. Не могла его догнать. Ну, люди, конечно, удивлялись. А почему он у тебя босиком? Я говорю, ну, потому что я так хочу, чтобы он ходил босиком. Немножко массаж стоп. Так что спасибо вам большое. Мы тоже от этого избавились. Ну, мы рады. Да. Спасибо. Спасибо, Танюша. Так. Кто-то еще хочет что-то добавить? Тогда я говорю всем большое спасибо. Еще раз повторяю. Было описано, рассказано и кратко, и многословно от двух основных методов на решение этой серьезной проблемы, которая называется ходение в носочках. Повторяю еще раз. В мировом масштабе неизвестны практически способы, которые действительно улучшают. Нам довелось в выпало честь разработать два таких метода. что-то можно использовать самим, что-то может использовать только специалист. Мы сейчас с АСАФом готовим научную статью, где будут конкретно описаны и подходы, и конкретные точки, но это для специалистов. разумеется, всю информацию, которую мы имеем, весь этот опыт, который мы наработали, мы это не делаем из этого предмет нашей частной собственности. Мы это открыто дарим людям. единственное, что учитывая наш опыт в том, что опыт наблюдения того, что когда людям просто дают какую-то информацию, они могут ее извратить, перевернуть совершенно невообразимым образом. Поэтому то, что мы сейчас даем, мы стараемся давать очень аккуратно, учитывая эти особенности. то, что касается этого метода, второго метода, который может быть использован врачом по рефлексно-терапевтам, скажем так. Опять-таки мы это разрабатываем так, чтобы это могли использовать другие разные специалисты. в том, что я рассказал, были и способы помощи детям, которые вы сами можете сделать, предлагаю их попробовать. Опять-таки крайне внимательно, осторожно, с тем, чтобы, не дай Бог, не навести какого-то вреда людям. В записи, сейчас мы заканчиваем конференцию, в записи, которая будет опубликована через какое-то время в Ютубе и потом на наших страницах, на основной странице БРДВИТА, также на странице энциклопедии практической помощи при аутизме ДЦП, autism-help.com, а также потом еще одна третья страница, которую мы сейчас создаем, это центр международного методического центра по разработке и по созданию нестандартных подходов для оздоровления и развития особых детей и подростков, центр РАМОТ называется. Еще там эта информация будет. В этой записи, которая будет там, будет подсоединена еще видеозапись того, видно, что происходит у нас вообще, как происходит сеансы у меня в Исефе. И не только. Оно есть в Ютубе у нас на канале. Называется «Мгновение исцеления» Давида Эйкель и Исефа Эйкель, Камил Челаев, наш замечательный друг и специалист из Франции, специалист высочайшего уровня по музыкотерапии. Человек, который легендарный совершенно личности, кстати, в том числе он придумал скрипку сдвоенную, на которой могут играть сразу два человека. Вот вы ее тоже можете увидеть в этой записи. Эта запись будет прикреплена к записи конференции, которая сейчас произошла. Вот вы ее сможете увидеть в интернете. Всем большое спасибо. Рад был с вами поделиться информацией, которая действительно может быть для многих людей важна. Собственно, вот это был первый, впервые я рассказал об этом для массовой аудитории. Мы продолжим рассказы о авторских методиках, которые были разработаны за эти годы нашим специалистам. Это не только я, но еще на доктор Деско что-то расскажет, может еще кто-то, но в основном это методики, которые были созданы мной. Поэтому центр не просто так называется Бердовит. Вот. Будьте нам здоровыми и радостными, и будем рады вам быть полезными в том, чтобы жизнь вашей и ваших детей вообще стала значительно более здоровой и счастливой. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, вы знаете, напишите. Может что-то интересное напишите. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.